Символично, что именно в праздничные дни, когда вся страна поздравляла с Днем Защитника Отечества мужчин, как сильную половину человечества, в Буе прошел трофи-рейд «Сусанин трофи-2017. Зима». В состязаниях приняли участие около 40 экипажей из Костромской, Ярославской, Ивановской, Московской, Вологодской областей и других регионов России и зарубежья. Город Буй и Буйский район уже не впервые стали местом проведения трофи-рейда, который стартовал 24 февраля. Участники рейда собрались на церемонию открытия на центральной площади города. Среди них много постоянных трофистов, в том числе уже бывавших на Буйской земле. Давно с вами принимаете участие в подобных соревнованиях? Пятый год, наверное. Да, пятый год. Тут много очень знакомых уже, то есть неоднократно виделись. Просто сходим, здороваемся. Сбор одиномышленников, все остальное. То есть, естественно, адреналин получить. То есть, кто-то ездит на лыжах, кто-то в горы ходит, а мы вот любители как бы бездорожья. И какие надежды, как ощущаете погоду? Прошлый год хорошо катались. Посмотрим, как в этом будет. Летом серая грязь, зимой белая. Эффект тот же самый. В принципе, зима, время такое интересное, но есть возможность покататься, можно кататься. Ну, что нас ждет? Большие сугробы, нас ничего больше не ждет. Трудные задачи зимой, действительно. Тоже трудно, очень трудно. Свои навыки, свое умение надо применять. То есть, по каждым погодным условиям свои эти идут. Нет, Toyota Land Cruiser 70. В принципе, коротенькая, маленькая. Посмотрим. Большое спасибо за, опять же, организованную сцену Трофи зима 2017. Мало подобных соревнований остается. Многие уходят от этого. Все-таки это дорого. Организаторам очень большая благодарность, потому что для нас это отдых, для нас это драйв, для нас это кайф. То есть, я думаю, что, да, надо продолжать. И организаторам только большой респект. С напутственными словами к участникам Трофи рейда обратились главы города и района. Главное пожелание – успешно пройти трассу и прибыть к финишу. А это зависело от слаженной работы экипажей. Нагрузка для города, сразу скажу, она небольшая. То есть, у нас сейчас есть возможности, достаточно неплохие, для того, чтобы людей прокормить, разместить. Я скажу, что мы неоднократно принимали спартакиады области. Это все-таки 550 человек. На сегодняшний день, конечно, в БУИ проходит несколько соревнований, в том числе региональный турнир по футболу. Это 70 участников, это Сусанин Трофи, это больше 100 участников спартакиадов, к сожалению, у нас отменили из-за карантина. Я думаю, что проблем для городской инфраструктуры это совершенно не представляет. Тем более, сейчас участники уезжают в сторону, так сказать, района Буйского и участвовать все спецучастки будут проходить там. Я помню, что время, когда проводили первый Сусанин Трофи от БУИ, практически никто не участвовал. Или участвовал несколько всего там, один-два экипажа. И чем больше мы стали проводить в БУИ Сусанин Трофи, вот этих вот Трофи-рейдов, Кубок России проводили в свое время, тем больше буевлян стало выражать свою заинтересованность. Я скажу, что многие сейчас ребята занимаются тем, что готовят машины для летнего, в том числе Сусанин Трофи. Потому что зимний Сусанин Трофи, это, к сожалению, не очень большое количество участников. Потому что если летом бывает до 100 и чуть больше 100, то зимой, конечно, 35-40 экипажей участвуют. Потому что у многих машины находятся в процессе подготовки к летнему периоду, а он летний самый у них насыщенный. Зимой, конечно, не все участвуют. Ну, тем не менее, надо дать должное, что зимний Сусанин Трофи немножко другой. Но он более, я сказал бы, даже тяжелый, природные условия другие. То есть, ну, сложно, сложно. Тем более, вот сейчас мы с организаторами разговаривали, трасса очень сложная. Я сказал бы, как раньше называли бы это, военно-технический вид спорта. А вообще, это технический вид спорта, где мужчина должен проявить умение не только как спортсмена, наверное, как автоспортсмен, да, но и как человек, который способен преодолевать трудности. Если бы вот посмотреть, как ребята штурмуют там водоемы, болота, вот сейчас снежные преграды, это, конечно, нужно иметь физическую силу огромадную, желание преодолевать трудности, бороться и побеждать. А это очень, для мужчин это очень важно. Дай Бог, чтобы все добрались до финиша живыми и здоровыми. Вот, и завтра мы ждем здесь на пьедестале почета. Трасса очень сложная. Мы с участниками соревнований там были. Ну, действительно, в дамбу, наверное, поднимутся только экипажи, у кого есть колебедки. Потому что без колебедок там нереально просто подняться. И то еще, и накопаешься, и очень сложная трасса. Плотно работаем с организаторами, просто что они нас просят, мы это делаем. Вместе выехали, расчистили, вчера тоже выезжали. Поэтому трасса, все готово. У нас отношения вообще отличные. Во-первых, мы очень рады, что они к нам ездят. Это надо видеть, как радуются жители, как радуются дети на этих соревнованиях. Всем охота посмотреть. Если люди получают удовольствие, они же ездят и посоревноваться, и чтобы мы были довольны. Соревнования довольно нормальные. Я желаю, чтобы ни у кого никаких не было травм, потому что довольно опасные соревнования. Поэтому и здесь есть такой и отбор, и они проходят немножко по сложным местам. Основные соревнования пройдут вне зрителей, они пойдут по точкам, возможно, даже ночью. У каждого своя тактика. Я желаю, чтобы все пришли в пункт назначения. Город будет обратно. После церемонии открытия экипажи отправились в сторону деревни Поповка, где, не доезжая ее, им предстояло преодолеть дополнительный специальный участок и подняться на возвышенность. Состязание так и называлось – «Царь горы». За ним могли наблюдать зрители, которых собралось немало. После показательного заезда трофисты отправились на основной специальный участок. Каждому экипажу были выданы листы с координатами точек. Участникам необходимо было продумывать варианты, как к ним подобраться. GPS-ориентирование продолжалось почти сутки. За это время экипажи не отдыхали. Все силы были направлены на преодоление труднопроходимого заснеженного участка и ориентирование на нем. У каждого экипажа с собой был цифровой фотоаппарат, чтобы фотографировать прохождение контрольных пунктов. Через сутки трасса была пройдена, а лучшие автоспортсмены отмечены заслуженными наградами. Это дипломы, памятные призы, сертификаты от партнера рейда компании КПК на 200 литров горючего и один из брендов Буйской земли – сыр от завода «Воскресенский сыродел», который победителем и призером вручил генеральный директор фирмы «Вариант С» Сергей Крылов. Автомобили были разделены на разные категории. ТР1 – категория «Туризм», ТР2 – категория «Спорт» и ТР3 – категория «Прота». В каждой категории были свои лидеры. В категории ТР1 третье место занял экипаж из Костромы. В его составе Ян Голдобин и Дмитрий Фокин. На втором месте экипаж, состоящий из двух боевлян – это Алексей Разживин и Александр Яблоков, и одного нерехчанина – это Виктор Никешин. И победу в этой категории одержали трофисты из Нерехты – Виталий Феоктистов и Андрей Рытов. В категории ТР2 третье и первое места у московских экипажей. Замыкают тройку лидеров – Вадим Назаров и Глеб Борисов. Лидируют Рустам Курмаев и Сергей Тереничев. Между столичными спортсменами на втором месте галичане – Александр Неконоров, Сергей Суханов, Артур Медько и Андрей Капустин. В категории ТР3 третьими стали волокжане – Роман Руклов, Денис Капустин и Иван Максимов. На втором месте боевляне – Александр Молунов и Евгений Румянцев. И победа в экстремальном состязании досталась сводному экипажу из Буя и Костромы – Михаилу Куликову, Александру Яковлеву и Михаилу Ванееву. В категории подготовки автомобилей в зависимости от допустимых возможных переделок, размера колес и так далее, то, чтобы было интереснее, равные соревновались с примерно равными. Ну, расскажите, пожалуйста, что у вас за автомобиль? У нас у вас необычный. А что у него необычный? Колеса увеличенного размера, бамператки силовые. Да там все переделывалось. Машины выезжают, все, раза три в год. Как бы после каждого мероприятия надо ремонтировать. Я ремонтом машин не занимаюсь, потому что я вообще живу в другом городе. Я приезжаю ради того, чтобы принять участие в этих соревнованиях с товарищами из БУЯ. Я занимаюсь навигацией и остальной деятельностью этим все основные. А вы из какого города? Я из двух разных городов. Из Костромы и из Новосибирска. И вот именно на зимний Сусанин я приезжаю из Новосибирска. Гонка была сложная. Очень много снега. Ну, машина не подвела. Мы тоже не спали, не ели, не пили. Очень много снега. Снег мокрый. Ехалось тяжело. Ну, а так, какая главная сложность? Сутки на ногах постоянно заниматься какой-то деятельностью. Мы даже еще не спали. Серьезных ЧП, слава богу, вроде бы не было. Но незначительные поломки были практически у всех. Даже у нас разбросывалось колесо в определенный момент. Главная изюминка, которая, собственно говоря, в принципе, она достаточно традиционная, но всегда по-новому она ощущается на вкус. Это снег. Снег – это одно из самых коварных покрытий для бездорожья, потому что он непредсказуем. Сегодня чуть потеплело, изменился. Завтра похолодало, еще раз изменился. Поэтому участники, им сложно предугадывать, как поедет машина. Я скажу так, некоторые ребята рассказывали, что они прямо перед выездом стояли в гараже и выбирали резину, на которой поехать. Потому что непонятно было с погодой, просматривали прогнозы и так далее, потому что действительно подготавливаются серьезные люди. Кто угадал, кто не угадал, с резиной в этот раз были нюансы. Поэтому изюминка, конечно, традиционная зима и снег. В этот раз было два наста, которые приходилось пробивать машинам, а это очень тяжело, потому что это задерживает автомобиль, у него пропадает инерция. Ну и, конечно же, штурманам тяжело ходить по глубокому снегу, местами по пояс было. Поэтому главная изюминка была эта. Ну и, кроме того, сама трасса была построена, между собой мы ее назвали морской бой или шахматы. То есть, если действительно шахматную доску представить себе, то у нас примерно точки так стояли, что нужно было тактически подходить к взятию всех точек, потому что просто так, что называется, ломиться на первую попавшуюся, ну это удел новичков, а профессионалы все-таки смотрят, вырабатывают стратегию и тактику, чтобы брать с наименьшими затратами для себя. Вот. Поэтому выигрывались в этой гонке именно те, кто приезжал чуть-чуть попозже на точки, так скажем. Потому что зимой очень сложно, есть такое выражение, распечатывать точки, то есть приезжать туда первым и пробивать эту целину снежную. И те, кто поехал чуть позже, они поступали мудрее. Да, но в то же время, может быть, не совсем честно, но, тем не менее, мудрее. То есть, это не запрещено правилами, пожалуйста, можно было стартовать позже и собирать точки уже по накатанным дорогам, а не тонуть в этом глубоком снегу. Буйский район, на моей памяти, становится пятый или шестой раз местом проведения какого-либо внедорожного мероприятия. В том числе был этапом чемпионата России, был финалом чемпионата, был финалом Кубка России. То есть, довольно-таки серьезных, ну, так скажем, всероссийских мероприятий, да, которых, ну, круче просто нет. И это говорит только об одном, о том, что, во-первых, здесь потрясающая поддержка в плане администрации, да, нас здесь все время с пониманием встречают. И, может быть, второй пункт, может быть, первый, то есть, они вот одинаковые, на мой взгляд. Вот, это потрясающий ландшафт, потрясающее бездорожье, оно разное, оно вкусное. Здесь есть и болоты, здесь есть и песчаники, здесь есть подъемы, здесь есть спуски, здесь есть чищобы, есть торфяники. То есть, и все это, так скажем, на квадратных 50 километрах, что компактно, удобно. Опять же, есть выезды к большим трассам, люди могут, если что, эвакуироваться, да. То есть, с нашей точки зрения, это очень удобное место проведения. Кроме того, живописная природа, наш лагерь традиционно, да, летом располагается на берегу реки Костромы. Там потрясающие пляжи, виды, то есть, это тоже вдохновляет. То есть, вот такие три основные составляющие, которые нас сюда всегда манят. Поэтому Буйский район один из наших любимых. Ну, давно этим занимаюсь делом, поэтому для меня более, немножко, так скажем, более-менее профессиональный взгляд на эту технику. В этом я понимаю, на чем люди приехали. И в этом плане, ну, не удивили, а удивили в другом, в силе духа. Я вот со сцены уже говорил это, да, всем участникам. Вот меня лично удивило то, что мы подготовили вот этот ДСУ, да, такую зрелищную, коротенькую гонку, чтобы люди пришли, посмотрели. И участникам понравилось тоже покрасоваться, им иногда хочется. Так вот, вот в эту гору, если честно, мы, когда делали эту трассу, мы для себя даже оценивали, мы думали, что это полтора часа лидер. Поэтому очень сильно удивило то, что как раз-таки Буйские ребята, да, это еще приятнее. Заехали в эту гору буквально за полчаса. Опять же, туристическая трасса, Целина, да, которая вот с этими двумя настами проваливающими, где по пояс проваливались. Ребята взяли, проехали тоже там, 27 минут, по-моему, лидер прошел. То есть вот это удивило именно то, что ребята растут в профессиональном плане, не только в техническом, потому что техника, на мой взгляд, это 30% успеха. Да, основное дело делает экипаж, потому что можно посадить одного человека за руль этой же самой машины, потом другого, и будет совершенно разный результат. Командный дух, морально-волевые какие-то качества, там, пилота, штурмана непосредственно, и вообще, как опыт, грамотность, понимание техники, как должна двигаться, да, в таком снегу и так далее, вплоть до законов физики. Это все составляющие победы, поэтому вот это прежде всего удивило, что ребята выросли в профессиональном плане, они могут преодолевать вот такое бездорожье за такое время. Вот это очень сильно удивило. Ну, а в плане зрителей, честно вам скажу, поскольку в БУИ мы проводим уже не первый раз, не перестаю удивляться количеству людей, которые до сих пор как-то нравятся, они приезжают и смотрят на то, как ребята преодолевают бездорожье. Казалось бы, уже вроде там мы проводили, когда, помню, пляжную гонку здесь, прямо на реке, просто все берега были усеяны людьми, да, было тогда тоже потрясающее количество людей. В этот раз тоже, да, зима просто не очень популярный сезон для проведения спортивных гонок на внедорожниках, потому что люди строят свои машины, они сейчас у них больше в гаражах, готовятся к основным сезонам, то есть в мае стартуют гонки, и вот они начнут туда ездить. Поэтому зимой приезжают ребята, которые действительно уже подготовлены, да, либо откатать какие-то там новшества, внесенные в машину, либо, ну, действительно, фанаты какие-то мероприятия у нас такие тоже есть. Поэтому зима непоказательна, к сожалению, может быть, не для нашего региона, для северного региона, там, да, там больше зимние мероприятия проходят. У нас все-таки это основной сезон май и по ночам.